27 декабря стало известно о том, что Марат Башаров жестоко избил жену. Его супруга Елизавета получила серьезную травму носа, о чем Стархиту сообщил ее брат Федор. Это произошло сегодня. Она находится в больнице, заявил родственник. Несмотря на полученные травмы, Елизавета отказалась подавать заявление в полицию, да и сам конфликт комментировать не стала. Разумеется, на актера тут же вылилась волна критики, но он сам отказывался обсуждать семейный конфликт. Ходили слухи, что Елизавета даже планировала разводиться, а сам Башаров в это время проводил каникулы на горнолыжном курорте. И вот спустя месяц после скандала супруги впервые вышли в свет вместе. Они посетили премьеру фильма «Русский бес». Во время культурного мероприятия и Марат, и Елизавета выглядели вполне счастливыми. Весь вечер супруги не расставались ни на минуту, с удовольствием общаясь и с другими звездами. Поклонники тут же сделали вывод о том, что Башаров сумел вымолить прощение у супруги. По всей видимости, о разводе речи не идет, и влюбленные решили сохранить семью ради маленького сына Марселя. Ранее Елизавета неоднократно утверждала, что ее муж является идеальным отцом, готовым проводить каждую свободную минуту рядом с ребенком. Внешне он все же больше Марат. Когда родился, вообще был копией. Сравнивая их детские фотографии, можно заметить удивительное сходство. Даже форма ушей одинаковая. Но характер у Марселя свой. Уже сейчас добивается того, чего хочет. Понадобится папина отвертка, сам залезет в шкаф, откроет тугую дверцу и достанет. Непонятно, откуда селенки берутся, говорила Елизавета. Напомним, что около трех лет назад Марат Башаров уже оказывался в эпицентре скандала из-за рукоприкладства. Тогда он сильно избил другую свою супругу Екатерину Архарову. Актриса получила серьезную травму головы, но решила не судиться с бывшим возлюбленным, всего лишь оформив развод. При этом слава домашнего тирана ничуть не мешает Башарову получать новые роли и вот уже много лет быть ведущим программы Битва экстрасенсов.